Новый год скоро, пора подумать о закусках. Самую любимую, самую популярную в России новогоднюю закуску, холодец, мы с вами готовили в прошлом году. Ссылку на ролик можно посмотреть здесь либо в описании. Непременно посмотрите, почерпнете для себя много нового. Для чего же я принес сегодня все вот эти крупные говяжьи кости? А я, дорогие друзья, хочу приготовить заливное. Только не заливную рыбу, это словосочетание очень часто встречается в кулинарных книгах, а заливное мясо будет не просто вкусно, а очень вкусно. Потому что посмотрите, какие у меня здесь продукты. Копеечные буквально. Костей на рынке набрал, как говорится, в ведро за 20 копеек. Кости, колени и несколько кусков замечательного мяса, из которого обычно готовят итальянское блюдо Оссобука. Мы тоже его готовили. Посмотрите этот ролик на нашем канале. Воспользуйтесь поиском по YouTube, напишите «Сталик Оссобука» и посмотрите, как готовится знаменитое итальянское блюдо из вот таких кусков мяса, из самых дешевых. Да, потому что говяжья голяшка – это самый дешевый отруб мяса. Потому что это мясо очень долго готовится, и не все умеют его готовить. Но будучи правильно приготовленным, голяшка очень сочная, очень ароматная и очень нежное мясо. А если мясо сварено правильно, когда остынет, оно отлично нарезается очень красивыми ломтиками. Именно этого нам и надо. Включаем огонь, накрываем крышкой и занимаемся другим мясом, а точнее сказать костями. Костями, жилками, пленками – все то, в чем содержится очень много желатина. Все то, что позволит нам создать очень густой бульон, который при застывании превратится в желе. Вы знаете, сколько по времени варится холодец? Ну, не менее 8 часов. И вот эти кости тоже должны вариться 8 часов. Но если их готовить не в обычной кастрюле, а в скороварке, при повышенном давлении, то вполне можно управиться часа за 3-4. Как раз за 3-4 часа и мясо сварится ровно так, как надо. Поэтому в самый низ скороварки я укладываю практически голые кости. Вот они, мясо с них ободрали, ободрали как следует. Да и ничего, эти косточки, что называется, сахарные. В них еще так много всего вкусного. Вы только полюбуйтесь. Но на некоторых костях осталось немного мяса. И я думаю, а зачем мне его варить здесь? Здесь оно разварится, превратится буквально в тряпочки. Я эти куски мяса отправлю в обыкновенную кастрюлю. Ну вот, замечательные куски. Вот эти жилки, пленки, когда они разварятся, они тоже станут очень вкусными. В холодце же мы их едим. Мы в холодце вовсе шкуру с ног съедаем. Заливаем все водой. А воды слишком много не надо, чтобы она едва-едва покрыла кости. Кости уложили в скороварке достаточно плотно. Но я надеюсь, что вы знаете, что скороварку никогда нельзя наполнять до конца. Это опасно. И солить сразу опасно, потому что часть воды может испариться. И мы никогда не знаем, сколько ее испарится за 8 или 10 часов приготовления в кастрюле, либо за 3-4 часа в скороварке. Может, много, может, мало. Но я точно понимаю, что как минимум 1 ложка соли на этот бульон уйдет. И все, закрываем скороварку, закручиваем как следует и отправляем на обыкновенную газовую плиту. Закипит? Вы же услышите, когда закипит. Убавьте огонь и пусть стоит часа 3-4. Какого цвета желе вам хотелось бы получить? Если вы точно так же, как и я, не любите белесое, мутное, сероватое желе, то возьмите луковицу прямо в шелухе, обрежьте у нее корешки и воткните в нее гвоздику. Гвоздика необходима для улучшения аромата бульона. Немного, буквально 4-5 бутончиков в каждую луковицу. Вы понимаете смысл этого действия? Если гвоздика попадется кому-то в желе, в супе, в любом бульоне, то вкус у нее слишком яркий. Человек, который разгрызет нечаянно гвоздику, потом не почувствует никаких других вкусов. И чтобы не гоняться за каждым бутончиком гвоздики по всей кастрюле, ее можно ватнуть в лук. Луковицу мы все равно потом будем убирать. Вместе с луковицей уйдет и гвоздика. Ну, полюбуйтесь, какие новогодние игрушки у кулинаров. Вот тот бульон, что у нас в скороварке, скорее всего, окажется недосоленным. Но вот этот бульон, скорее всего, получится пересоленным. Вы знаете почему? Потому что я хочу, чтобы мясо хорошо просолилось, чтобы оно в результате получилось очень вкусным. Поэтому я сразу закладываю ложку, а потом еще пол-ложки соли, не меньше. Я понимаю, что здесь у меня 5-6 литров воды. Все будет в порядке, не беспокойтесь, получится очень вкусно. И более того, получится очень красиво, если вовремя снять пену. Хотя здесь и пены образуется не слишком много, потому что мясо как бы упаковано в такие крупные куски. Вот есть другая задача, чтобы соль проникла. Поэтому я солю с самого начала, а соков наружу из мяса выйдет минимум. Вполне достаточное количество соков, чтобы вода превратилась в аппетитный клейкий бульон. Но и внутри кусков мяса останется столько сока, что мясо получится просто восхитительным. Куда бы луковицы уместить? И еще, а вы понимаете, что в скороварку добавлять вкусовые и ароматические приправы уже поздно? Она закрыта. Все, до конца так и будет вариться. А вот сюда добавить можно. Ввиду того, что бульон из скороварки и бульон из этой кастрюли будет смешиваться, поэтому количество специй сюда можно удвоить. Посмотрите, сколько черного перца горошком я беру. О-хо, целая пригоршня. Накрываем, регулируем нагрев, а иногда посматриваем, контролируем, чтобы не кипело слишком сильно, чтобы не перекипело. А если пена еще образуется, обязательно надо собирать. Скороварку я выключил еще с полчаса назад. Необходимо, чтобы в ней полностью прекратилось кипение для того, чтобы бульон из скороварки получился прозрачным. Ну, а здесь в кастрюле все еще потихонечку булькает. И теперь осталось только удалить лишние ингредиенты и вынуть отлично приготовленное мясо. Вы только полюбуйтесь цветом этого бульона, ведь потрясающе. Эти мелкие кусочки мяса, что я закладывал в конце, пожалуй, что можно съесть прямо сейчас. А вот крупным кускам мяса необходимо дать полностью остыть. Только потом их можно будет нарезать на порционные кусочки. Сейчас если только косточку из него вынуть. Петрушка вся мятая, надо выбрать листики, которыми можно украсить заливное. Ну, так себе украшение в стиле таких советских ресторанов. Это наша история. Почему мы должны ее стыдиться? Сейчас мы зальем бульоны ровно наполовину. Я говорю бульоны, потому что я буду смешивать половничек отсюда. Здесь у нас бульон и недосоленный, и незаправленный, а вот здесь посоленный, заправленный, разноцветный, красивый. Посмотрите, какой бульон. Красиво, только листики расплылись. Но ничего, мы как-нибудь решим этот вопрос. А в этом бульоне могут попасться и какие-то мелкие кусочки мяса, и перец горошком, поэтому его процеживаем через сито. Остатки бульона в кастрюлях я процежу и даже смешаю их, проверю их еще раз на соль. А тем временем вот эти формы с бульоном я должен тоже вынести на холод, для того, чтобы эти бульоны в форме застыли. Следующий слой будет нарезанное мясо, а потом еще слой бульона. И у нас заливное получится эдакая 3D-конструкция. Понимаете? Берешь на тарелку кусок заливного, а внутри него целый космос. А давайте пока, как говорили в советские времена, согреем чаю. В Фергане у моего отца был друг, дядя Валентин. Вообще-то он был москвич, но служил в армии в Фергане. Влюбился, женился, да так и остался жить рядом с нами. А мама его, Антонина Семеновна, жила в Москве. И Антонина Семеновна стала без приукрас моей московской бабушкой. Я всегда мог поехать к ней в гости, когда обстановка в общежитии, когда еда в столовках, все вот это казенное, холодное, невкусное, становилось мне невмоготу. Я садился в метро на Ленинском проспекте, ехал до станции Бабушкинская, там на автобусе. Не проходило и часа, как я оказывался в уютной домашней обстановке небольшой квартиры Антонины Семеновны. В те годы Антонина Семеновна обладала еще весьма завидным здоровьем. У нее хватало сил выстаивать все московские очереди. Она всегда знала, где что дают, где дают вкусные колбаски, где дают отличный сыр и где купить самый вкусный чай. Для себя Антонина Семеновна могла разбавить кипятком и вчерашнюю заварку, но для гостя она всегда заваривала свежий чай. В небольшом чайничке, заварнике очень крепкую заварку, а в бокалы разливала кипяток, кому какой крепости чай необходим. Антонина Семеновна настойчиво заставляла меня украсить бутерброд и маслом, и сыром, и колбасой, положить дольку лимона в бокал чая, щедрее насыпать сахаром. Все это превращалось из чаепития во вполне себе приличный ужин. От сытной еды, от домашнего тепла, от мирно журчащего телевизора меня клонило в дрену, накатывала вся студенческая усталость. И после пирога с маком обычно мои глаза стыпались прямо за столом. Антонина Семеновна осторожно хлопотала по кухне, убирала посуду, стелила постель и уговаривала меня. Сталик, оставайся вот здесь, на диванчике. Завтра утром в школу пойдешь. Антонина Семеновна прожила долгую жизнь, почти 99 лет. Я очень благодарен чаю Ахмад, Ахмад Ти, English breakfast, английский завтрак, за теплые воспоминания, за отличный вкус, за великолепный аромат и за все хорошее, что нам дарит качественный чай. К счастью, сегодня не надо выстаивать длинные очереди. К радости сегодня можно пойти в любой супермаркет и купить любой чай. Выбирайте на полочках с Ахмад Ти. Ахмад Ти? Ахмад Чай не подведет. Уверяю вас, его можно заваривать по всем правилам, но иногда можно вспомнить, как заваривали чай на московских кухнях 70-х. Ну вот, гляди, как застыло. Видите? Все, полный порядок. Сверху вот это вот сероватое, это жир. Этот жир сейчас необходимо убрать полностью. Ему в заливном, в самом середине заливного делать совершенно нечего. Если какой-то жирок останется сверху, ну ничего. Это как мед. Лучше. Какой мед? Вот так аппетитно будет дрожать. Какой мед, Паша? Это лучше меда. Это мед, который мы получили из мяса и костей. Вот какой это мед. Есть одна тонкость, холодцы, вот эти всевозможные заливные, студни. Ни в коем случае не надо выставлять совсем на мороз. Нельзя, чтобы внутри желе образовались ледяные кристаллы. Будет плохо. Ах, какая неудача! Листики петрушки все оказались пленниками жира. Вместе с жиром уходят, теряем мы их. Мы теряем петрушку. Вот многие говорят, ну ты сумасшедший, зачем столько времени тратить на готовку? Нет, сейчас я уже стал умный, поумнел так сказать. Вот я раньше был сумасшедший. Один Новый год, я вам расскажу. Мы собрали пустые яичные скорлупки, варили яйца в смятку, ели их на завтрак и пустые яичные скорлупки собрали, сколлекционировали. Дальше мы приготовили, не помню, может быть 4-5 видов разноцветных бульонов. И мы заливали в эти яичные скорлупки бульоны сначала одного цвета, потом второго, потом третьего, потом четвертого, что-то там внутри клали и остужали каждый раз. То есть нужно, пока нижний слой не застынет, не заливать следующий. Вы понимаете, в чем идея? И дальше на новогоднем столе мы вот очистили эти яйца, разложили эти яйца. Такие получились у нас яйца Фаберже. Нет, сегодня мы все делаем гораздо проще, прогмотище. Вот сейчас уберу жир, разложу на поверхности почти что-то застывшего желе куски мяса. Они уже не утонут. Разложу листики петрушки и залью еще раз бульоном. Вот и все. Кушайте, приятного аппетита, не обляпайтесь. А еще в тот год мы готовили настоящее оливье с раховыми шейками, с ланспиком. То есть вот бульон, который еще гуще, прямо такие резиновые кубики получаются. И из всего этого делали оливье. Черная икра. Кучерява жили. Это сейчас, видите, раз, бархаткой протер, лысиной, и готов. Но вы-то еще молодые, вы еще кучерявые. Давай, дерзайте. Потом на старости лет будет что вспомнить, вот как мне сейчас. Смотрите, какое мясо. Вот здесь пленка такая, можно сказать, что жилка, которую мясо держалось за косточку. Я ее срежу совсем, а здесь дальше мясо. Посмотри, какое мясо. Посмотри, ну не красота, ну не прелесть. Вот такое мясо мы и будем раскладывать поверх желе. То есть понимаете меня, да? Ну, практически едва ли не стейки мы раскладываем по всему периметру. Это же намного лучше колбасы, правда? Ну, намного лучше. Это чистое мясо, отличное, очень вкусное мясо. А вот это отличная мелисса. Вообще-то мы ее покупали, чтобы чай заваривать. Но она такая красивая, что я не удержусь и разложу ее вот здесь, между кусочков мяса. Не думаю, что она каким-то образом испортит вкус и аромат этого заливного. Нет, не испортит, все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Сталик, а у нас еще, я знаю, остались кости, а также я знаю, что в костях есть костный мозг. Ну и что? Я вот не знаю, насколько он вкусный. Мне кажется, он вообще вкусный? Он вкусный. Его едят и готовят практически во всех странах. И в Китае, и во Франции, и где только его не готовят, и где только его не едят. На что ты намекаешь, Паша? Что ты хочешь? Хочешь попробовать костный мозг, но можешь этот вытрясти? Не хочешь, но знаешь, мы можем в принципе в следующий раз приготовить костный мозг, блюдо из костного мозга. Мне кажется, это будет интересно. Возьмем, да и сделаем, будет хорошо. Вот этот бульон должен быть теплым, но не горячим. От горячего бульона нижний слой желе растает, и алло, мясо провалится до самого дна. А мы этого не хотели, правда? Мы хотели другого результата. Мы хотели, чтобы у нас мясо оказалось в середине кусочка заливного. В общем, один из следующих сюжетов у нас будет приготовление костного мозга. Я знаю, что половина из вас пропустит этот рецепт, как всегда. Не посмотрите, потом будете спрашивать. Я буду нервничать, грызть ногти, психовать. Вы же не подписываетесь, так смотрите, да? Друзья мои, для того, чтобы Сталик не нервничал, а еще для того, чтобы вы точно не пропустили этот интересный сюжет, который мне тоже будет самому интересен, обязательно подписывайтесь. И нажмите на колокольчик, правильно. К заливному принято подавать горчицу и хрен. Я рекомендую попробовать горчицу русскую, Махеев. Хороша горчица зернистая, но классика это, разумеется, хрен. Хрен производства компании Махеев очень вкусный, деликатный, ненавязчивый. Обязательно попробуйте. Заливное можно подать на стол непосредственно в той посуде, в которой оно и застыло. Не забудьте убрать жир с поверхности. Однако жир можно и не убирать, если воспользоваться вот таким приемом. Раз, и все заливное на блюде. Осталось только нарезать аккуратными ломтиками и подать каждому индивидуальную порцию закуски. И, конечно же, порекомендуйте попробовать и горчицу русскую, и горчицу зернистую, и непременно немного хрен. Все от наших спонсоров Махеев. Рецепт костного мозга в следующем выпуске. А пока приятного аппетита!